В информационной студии телеканала «Север» Елена Ванцева. В эфире новости. Аномально тёплая зима. Из-за погоды в Заполярье с перебоями работает зимник. Отменены крещенские купания, а коммунальные службы работают в усиленном режиме. В школу на вертолёте. В Заполярье завершилась кампания по доставке детей с мест оленеводческих кочевий и отдалённых населённых пунктов к месту учёбы. Финансисты Ниньского округа принимают поздравления. Их службе исполнилось 90 лет. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Указ вступает в силу со дня подписания. Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту на назначение Мишустина председателем правительства. За это решение проголосовали 383 депутата. Против голосов не было. Воздержался 41 депутат. В 112 статье Конституции указывается, что председатель правительства Российской Федерации не позднее недельного срока после назначения представляет президенту Российской Федерации предложение о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также предлагает президенту кандидатуры на должности заместителей премьера и федеральных министров. Сам Мишустин пообещал, что представит новый состав Кабмина в ближайшие дни. В выходные дни на территории города и региона ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. По прогнозу Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Наринмаре облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, днем умеренный снег, метель. Ветер западный и северо-западный 8-13 метров в секунду. В первую половину дня порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов ниже нуля. Днем минус 6-8. В воскресенье 19 января также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман. Днем возможен снег, метель. Ветер западной четверти 7-12 метров в секунду. Местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 13-18 градусов при прояснениях от 22 до 27 мороза. Днем минус 11-16 градусов. Шесть фактов управления автомобилями в состоянии алкогольного опьянения выявили сотрудники окружной госавтоинспекции. За первые 13 дней текущего года. По каждому факту были составлены административные материалы. В двух случаях водители не имели права управления транспортными средствами. Трое отказались от прохождения медосвидетельствования, в результате чего им грозит штраф. В размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Не обошлось новогодние праздники и без угона. На этот раз внимание злоумышленника привлек снегоход. Находили снаряды в поселке Искатели. От начальника дежурной смены поступила ориентировка о том, что в городе Наримар возле жилого дома по улице Пионецкая был угнан снегоход зеленого цвета. В ходе патрулирования данный снегоход нами был замечен. За рулем снегохода была женщина в состоянии опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как отметила референт группы информации и общественных связей окружной полиции Юлия Гаврюшина, в 2019 году по фактам угона возбуждено 14 уголовных дел. Для сравнения, в 2018 году 22 уголовных дела возбуждено. В основном причиной угона транспортных средств стало то, что владельцы халатно относились к своему транспортному средству. Оставлены открытые двери, то есть не заперты на запорное устройство. К тому же могли остаться ключи в замке зажигания или в машине. И хотелось бы обратиться для предотвращения подобных случаев к жителям округа, более ответственно относиться к своему имуществу, особенно к транспортным средствам. Даже если они выходят на 5 минут из машины, запирать на запорное устройство и тем более не оставлять ключи в замке зажигания или даже в машине. До нашей маленькой землячки Вари, которая сейчас находится на лечении в Израиле, долетели бумажные журавлики из Ненецкого округа. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила мама девочки. «Наконец-то журавлики до нас долетели. Мы насчитали 734. Даже не ожидали, что будет так много. Спасибо вам всем огромное за искренние и теплые пожелания. Сегодняшний день точно лучший за последнее время», написано в посте. Вместе с тем бабушка Вари Татьяна Журавлева оповестила подписчиков о том, что ее страница была взломана злоумышленниками. Дорогие друзья, моя страничка взломана. Прошу не давать никакой информации по банковским картам. Также сообщили, что появилась моя страничка-двойник. Тоже прошу не верить. По информации родственников девочки, объявленный сбор средств в 16 миллионов на первое этап лечения закрыт. Сейчас Варя проходит курс лучевой терапии. Осталось несколько дней усиленного облучения. Затем начнется химиотерапия. Родители Варе Журавлевой передают слова благодарности за помощь и шанс на жизнь и выздоровление дочери. Аномально теплая для января погода установилась в Ненецком округе. Средняя температура воздуха на первую декаду месяца составляет минус 5,5 градусов. Такая же погода была зафиксирована в регионе 55 лет назад, в 1965 году. Александра Литкова расскажет подробнее. В середине января почти каждый день идет снег и дует сильный ветер. Первое январское солнце в основном прячется за тучами. Из-за обильных декабрьских и январских снегопадов высота снежного покрова в Ненецком округе в середине января превышает норму в 4 раза. Сейчас она составляет больше 50 сантиметров. При среднегодовой – 13 сантиметров. Температура воздуха в первой декаде января тоже удивляет. Если сравнить среднедекадную температуру воздуха в январе 2020 года, она составляет минус 5,4. И сравнить, например, среднедекадную температуру в январе 2019 года и 2018 года, то она на порядок ниже, чем в этом январе. Минус 17,3, минус 15,3. Конечно, январь этого года, 2020, он намного теплее предыдущих зим. Такая погода в январе оказалась весьма непривычной для жителей региона, которые ожидали традиционных крещенских морозов. Перепад погоды, теплый холод, так-то хорошо бы подморозило. Мы живем на севере, как-то хотелось бы, чтобы была более приятная зима. Ну, то есть мороз, впереди крещение, хочется крещенских морозов. В каком-то отношении, может, и хорошо, а в другом тоже плохо все в метели. Что такое метель? Это горизонтальный перенос снега на каком-то определенном расстоянии от земли. Что вызывает? Это, конечно же, сильный ветер. Если у нас идет такой большой перепад температуры, конечно, у нас будет меняться ветер. Направление ветра и, самое главное, сила ветра. Потому что при таком ветре, который сейчас у нас в городе Варидмар, метель – это естественное явление метеорологическое, которое может быть при таком ветре. И при выпадении осадков, естественно, в твердом виде. Метели в первую очередь влияют на работу зимника. С начала его открытия 27 декабря легковой транспорт мог проехать по нему менее недели. А полностью зимник для всех видов транспорта, в том числе и грузового, закрывался на пять дней. Связаться с директором подрядной организации нам не удалось, так как он практически все последние дни находится непосредственно на зимнике. А вот буквально вчера вечером из поездки вернулась наша коллега. Сама дорога по Харяге, по Плитам, она, в принципе, в удовлетворительном состоянии находится. Ну и когда мы уже поехали от Харяге в сторону Наридмара, там, конечно, дорога была в очень плохом состоянии. Во-первых, началась и метель. Но, мне кажется, тут даже не в метеле дело. Как такового зимника я бы там не сказала, что оно в очень хорошем состоянии. Было большое количество переметов. Плюс, наверное, из-за того, что едут больше груза, они все это утапливают. Ямы есть, которые потом снегом припорошат, и в машины периодически колеса в отбой уходили. Настя вместе с семьей более шести часов провела в одном из дорожно-ремонтных пунктов. Вот тут хочется сказать огромное спасибо тем людям, которые там работают, потому что помощь они оказывают в полной мере. То есть, они дали спутниковый телефон, чтобы мы могли связаться и сообщить, что с нами все в порядке. Тут же нам предложили попить чаю, перекусить. То есть, все в порядке. Детям молодушек напекли, всех чаем напоили, как бы мы могли спокойно отдохнуть. Также еще нам предложили для дозаправки, сказали, что у них такое есть. Если нам нужно какое-то количество топлива, то они могут нам с этим помочь. То есть, все в порядке, помощь была полностью оказана. Дорожные службы напоминают, прежде чем выехать на зимник, жителям округа следует адекватно оценивать возможности своих автомобилей, учитывать погодные условия в тундре и прогнозы синоптиков. Узнать, в каком состоянии дорога, можно, позвонив в диспетчерскую компанию «Строюниверсал». По телефону 8911-067-72-33. Здравствуйте, я вас беспокоюсь с телеканала «Север». Расскажите, пожалуйста, о текущем состоянии зимника. Зимник открытся для полноприводного грузового транспорта и полноприводных внедорожников. В эти выходные православные отмечают один из главных праздников – Крещение. В связи с неустойчивой погодой купания в этом году отменены. На выходные по Ниньскому автономному округу у нас ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой местами будет умеренный снег, метель, потому что ветер будет до 13 метров в секунду. Это штормовой ветер, то есть он будет сильный. Ветер западный и северо-западный. Местами даже будут порывы до 22 метров в секунду. Это действительно очень сильный ветер. Температура ночью ожидается до минус 13, днем до минус 18 градусов. По многолетним наблюдениям метеорологов такая же погода в январе была в 1965 году. Тогда средняя температура также составляла минус 5 градусов. Александр Литкова, Антон Водоряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Жители региона стали чаще обращаться в МФЦ. Так, в прошлом году специалисты офисов «Мои документы» приняли свыше 100 тысяч обращений и оказали порядка 59 тысяч услуг. Показатели увеличились в среднем на 2,2% по сравнению с 2018 годом. В офисы «Мои документы» посетители обращаются не только с заявлениями на предоставление услуг, но и за консультациями по вопросам их получения, а также за выдачей результата предоставления услуги. Самыми популярными по количеству обращений, как и в прошлом году, остаются региональные государственные услуги в сфере социальной защиты. В сравнении с 2018 годом, в прошлом году также возросло количество услуг, получаемых гражданами самостоятельно на базе МФЦ в электронном виде. Отмечу, что сегодня в регионе действует 22 офиса МФЦ, в их числе 18 в сельской местности, 2 в Наринмаре и 1 в поселке Искателей. Сегодня на базе МФЦ предоставляется более 200 различных государственных, муниципальных и иных услуг. 90 лет со дня образования отметила финансовая служба Ненецкого округа. Из маленького отдела с пятью работниками за почти вековую историю она эволюционировала в настоящий финансово-экономический аппарат, стоящий на страже интересов жителей Заполярья. И сегодня в культурном центре Арктика чествовали работников и ветеранов службы финансового органа региона. Ольга Русул продолжит. Их служба и трудна, и опасна. Малейшая ошибка в расчетах может дорогого стоить. Причем в прямом смысле этого слова. И как будто не видна, особенно если механизм отлажен, и работа идет без сучка и задоринки. Ветераны финансовой службы считают, что главное в успешной работе – хороший коллектив. Ниналья Алексеевна Семяшкина 10 лет руководила окружными финансами. Всего же ее трудовой стаж в этой сфере деятельности около 40 лет. Мне нравится работать с цифрами. Вы знаете, человеку, когда ему нравится, он может делать все. И с цифрами работать, и крестиком вышивать, и внуков нянчить. Главное, чтобы человеку нравилось. А финансисты – это те люди, которым нравится работать с цифрами. Эти люди стоят на страже здоровья людей, образования наших детей и внуков. И то, чтобы старики шили хорошо, чтобы бизнес развивался. Все это зависит от бюджета округа. И поэтому большая заслуга сегодня в этом тех, кто сегодня работает, и тех, кто 90 лет этим занимался. Эти люди отличаются от остальных. Кроме общедоступного языка, они понимают еще один – доступный немногим язык цифр. Елена Михайловна Карельская, например, имеет 25-летний стаж работы в финансах. И ни разу не пожалела, что выбрала расчеты. Самая интересная, наверное, в мире работа, потому что она настолько многогранная. Это не просто цифры, да? Это и законодательство, это и отношения с разными уровнями органов, как федеральных, так и исполнительных, муниципальных органов. Ну и тут никогда не заскучаешь. В этом особый драйв. И несмотря на то, что финансы – это сухой язык цифр, лишенный эмоций, люди, которые работают в этой сфере, буквально горят своим делом, отдавая работе себя целиком. Мне повезло, попал, конечно, в очень хороший коллектив. В плане слаженной и уже подобранной работниками, которые были до меня, очень сильный состав был. Мне посчастливилось поработать со Светланой Ивановной Козловой. Потом шли определенные изменения и поменялись там Семяшкина Елена Алексеевна, Карельская Елена Михайловна. Достаточно профессиональные, очень сильные специалисты. И поэтому то, что у нас даже такое, наверное, может быть, не совсем формальное представление финансов, мне кажется, что сильный состав отбирается именно потому, что работа требует постоянного контроля и какой-то ответственности. И какие-то случайные люди сюда не приходят. Юбилей – это повод остановиться и посмотреть назад, оценить работу, подвести итоги. По мнению Татьяны Лагвиненко, руководителя департамента финансов региона, нашим финансистам можно с уверенностью поставить за прошедшие годы твердую пятерку. Положительная и даже с плюсом оценка, потому что у нас действительно после кризиса 2016 года мы восстановили финансы, у нас самодостаточный бюджет, профицитный бюджет, что, в принципе, я считаю, что это, конечно, работа не только финансовых органов, это работа всех департаментов по взвешенному подходу к расходованию и депутатского корпуса. Поэтому и работа над доходной частью, в том числе и налоговая служба. Поэтому мы работаем общей командой и общее отражение результатов всех вместе. Поздравить со значительным юбилеем работников финансовой сферы Неницкого округа пришли первые лица округа. Председатель собрания депутатов региона Александр Лутовинов пожелал процветания, а депутат Государственной Думы Сергей Коткин напутствовал в дальнейшей успешной работе. Без всяких сомнений можно сказать, что именно от финансового блока в Неницком автономном округе в значительной степени зависит укрепление экономики, развитие экономики. И финансовый блок, на мой взгляд, я наберу на себя смелость такую сказать, что они являются неким таким гарантом не только социальной стабильности, еще и политической стабильности. От них очень многое зависит. Работа не видна, но в целом для экономики региона это очень важно. Тем более, что у нас очень специфичная экономика. Арктическая зона и практически мы очень подвержены влиянию цен на нефть, колебаниям цен на нефть. И вот в этой связи работникам финансовой структуры надо быть очень взвешенно, подходить к оценкам, к прогнозам, на перспективу, взвешенные принимать решения, потому что от этих решений будет зависеть, как будут работать наши предприятия. Все собравшиеся отметили, что финансовая служба в округе всегда отличалась слаженностью работы. И сегодняшняя стабильность – результат плодотворной и всегда слаженной работы финансистов и экономистов Неницкого округа. Прежде всего счастья и здоровья, потому что действительно очень, так сказать, труд напряженный, без выходных и, так сказать, практически в очень сложном графике. Понимание семьи, потому что семья больше всего страдает от того, что мы должны, и понимая меру своей ответственности, сделать все в срок. В ходе торжественного заседания отличившихся сотрудников службы и ветеранов наградили грамотами и благодарственными письмами за отличный труд. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В школу на вертолете в Заполярье завершилась кампания по доставке детей с места ленивоческих кочевий и отдаленных населенных пунктов к месту учебы. Всего спецрейсами в столицу Ненецкого округа было доставлено 169 ребят. Накануне в Наринмар прибыли школьники из Бугрино. Алина Ваучейская продолжит. На посадочной площадке собрались жители едва ли не всего Бугрино. Детей в школу провожают, как говорится, всем поселком. Вера Варницына этим рейсом отправляет старшую дочь. Конечно, грустно. Сын у меня на первом рейсе еще улетел. 8 января. Сейчас вот дочь старшая улетает. Сын там младший. Долго ждали этого рейса, я так понимаю, да? Он же должен был раньше прилететь. Ну, сколько? Дня три вот ждем уже. Обещали, погода плохая. Так, сейчас вот сегодня расстаемся до весны. Экзамены впереди у нас еще. Грустят и дети. Ведь теперь до весны они не увидят своих родителей. Ну, так себе. Я, может, еще подросла, нормально. А вот маленькая, когда была поменьше, даже плакали бывало. Вадим! Петя! Стандартную перед вылетом процедуру, перекличку проводит Елена Сметанина. Заведующая интернатом Ненецкой средней школы имени Пырерки четыре раза в год отправляется в отдаленные уголки Заполярья и Ненецкие стойбища, чтобы собрать детей и отвезти их на учебу. У нас в этом году погода оставляет желать лучшего. У нас несколько раз отменялись рейсы по различным направлениям. В то же время мы приходилось менять рейсы прямо на ходу. Поэтому спасибо большое родителям, которые у нас помогали нам собирать. Спасибо ребятам, которые откликались и все были на связи. То есть в этом году действительно были очень большие такие задержки, заминки. Это был крайний рейс в рамках кампании по доставке школьников, чьи родители занимаются оленеводством и кочуют в тундре. А также детей из глубинки, где отсутствуют средние и основные общеобразовательные организации. Все дети обучаются в Ненецкой средней школе имени Пырерки и проживают здесь же в интернате. Сегодня ребята приступили к полноценному учебному процессу. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север», поселок Бугрино, Ненецкий округ. Ненецкий краеведческий музей приглашает горожан принять участие в конкурсе фотографий «Охотники за сиянием». Мероприятие проводится в рамках Дня холода. Заявки принимаются до 21 февраля. Участники могут направить на конкурс до двух фотографий, которым необходимо дать название, указать место и время, также написать краткую историю ее создания. С требованиями к фотографиям, критериями их оценки и порядком проведения конкурса можно ознакомиться в положении на сайте организатора. Победителей призеров определят до 15 марта. Их наградят грамотами и памятными подарками. Лучшие фотоработы будут представлены на выставке «Охотники за сиянием» в Ненецком краеведческом музее с 1 марта по 30 апреля текущего года. Первые в наступившем году лыжные соревнования пройдут в регионе в это воскресенье, 19 января. Участие во втором этапе Кубка НАУ по лыжным гонкам примут жители округа 2001 года рождения и старше. Как пояснили в спортивной школе Олимпийского резерва «Труд», подать заявку на участие в гонках можно в день соревнований на лыжной базе до 10 часов 30 минут. Выявлять сильнейшего лыжника округа среди мужчин будут на дистанции 15 километров в свободном стиле, среди женщин в том же стиле на дистанции 10 километров. Победители и призеры гонок получат медали и дипломы Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Отмечу, что первый этап Кубка НАУ по лыжным гонкам прошел в декабре прошлого года. По его итогам лучшие результаты среди мужчин и женщин показали Александр Матвеев и Маргарита Киселева. Третий финальный этап соревнований состоится в марте. По результатам всех трех этапов будут определены по одному победителю в мужской и женской категории и по два призера гонок. Это все новости на сегодня. Хороших выходных. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире.